Сегодня в Гомеле презентовали афганский альбом. Это уникальное выдание, аналога в яком у Гомельской области еще не было. Сторонки альбома перегарнули наши корреспонденты. Идея выдания книги была огучена прикладно год тому. В тот час такие альбомы уже появились в некоторых других областях Беларуси, но непосредственно в Гомельской области ничего подобного не было. Реализовать задуманное доручили журналистам Гомельской правды, которая имеет свой выдавецкий дом. Это более полусотни очерков встреч с теми, кто воевал. Прямое общение журналистов с этими, не побоюсь слова, героями. В альбом в книгу вошли уникальные снимки из личных архивов, чем она и цена. По судности, афганский альбом – это летопись той войны, в отчами Гомельшан, которые промали удел у боевых денег. Утойвать не стали ничего, тут и об перемогах, и об поражениях, вели нах расшарования и радости. Шмар шагов об афганской войне сучасные молодые люди сегодня не ведают. Шмар шагов об альбом в школу. Шмар шагов об афганистях — это летопись яйца, вели нах toilet. Шмар шагов об афганской войны ни с ним не под replic denying it. В эту паудневую Украину советская армия ишла допомагать. На первопочатковом этапе навод будавали школы, дороги, электростанции. А прощатого присутность военных дозволила спынить трафик про советско-афганскую границу, наркотиков и зброи. По сутности, советская армия проводила первую у найновшей истории антитеррористическую операцию. Могчим, а тою войну необходимо было завершить в больший степлый термин, а спрышные пытания выращать за столом переговоров. Але историю, как вядомо, переписать нельзя. Военный консультант альбома Петр Суман в Афганистане командовал танковым полком, а тому добра ведая, якой гэта война была на самой справе. Война у каждого отразилась по-разному. У солдата простого она своя. У командира взвода своя, у командира роты своя. Я, как командир панчерского полка, считаю, что самое тяжелое, конечно, это война командира роты и солдата. Поэтому каждый со своей позиции там, где он находился, что он видел, что чувствовал, то и высказывал. И все это зафиксировано в этой книге. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель».